Ну, всем привет. Четыре года назад была последняя конференция, и я также на ней участвовал. И был один очень интересный вопрос из зала, от тогда еще сотрудника нашей компании, Сергея Черный. Привет, если видишь нашу запись. И спросил он после моего какого-то там романтического, и наивного очередного доклада. А какое будущее у фронтенд-девелопера? Ну, и когда такие вопросы задают из зала, конечно, любой докладчик начинает думать, что он как минимум преемник мессинга, и пытается что-то такое выдать. А что же будет в будущем? Ну, я сказал, я думаю, что в будущем такой профессии, как фронтенд-разработчик или верстальщик, вообще не будет. Вот, прошло четыре или даже больше. Это была, наверное, первая самая конференция. И я вот сегодня ночью задумался, был ли я прав? Я задам сразу вопрос, если вы меня внимательно слушаете. Как вы думаете, был ли я прав? Кто-то поднимет руку и скажет, был ли я прав, что в будущем не будет такой профессии, как фронтенд-разработчик. Нет, да, потому что мы сюда пришли и думаем, что мы фронтенд-разработчики будем жить вечно, и наша профессия понадобится всем и всегда. Знаете, какая профессия нужна всем и всегда? Та профессия, которая так делает свое дело, чтобы в ней всегда оставалась потребность. Это очень важно. Потому что можно ведь сделать же так, что вообще необходимость в этом отпадет. Но тогда мы все потеряем работу. Так что действуем мы, я думаю, с очень интересным и коростным интересом. Ну давайте вот начнем. Сам доклад. Я немножко поменял название, чтобы так его упростить, не делать менее таким пафосным. Состоит он из трех частей. Поговорим про нервы, проговорим про трансдукцию и перейдем и закончим тремя началами термодинамики. И все это о фронтенд-разработке. Все это попытаемся применить на себя. Поэтому в любом случае, даже видя такие названия в слайдах, вы понимаете, нужно немножко отключить свой мозг, отключить разум и начать смотреть на свою жизнь немножко философски. Поэтому вот давайте мы начнем с тем, что поговорим о том, что такое нервы. Нервы — это сопределение с Википедией, наверное. Нервы — это такая периферическая сеть в человеке, в животном, которая обеспечивает взаимодействие с внешним миром. Она работает очень сложным образом. Ключевая задача нервной системы — переносить информацию с одной точки организма в другую. Запускать некие процессы, после чего получать информацию и ввести туда, куда эта информация должна прийти, чтобы выполнить конечные действия. И вот нервы — это такая система, которая у всех разная. Это же очевидно. Все мы тут сидим, мы нервничаем по разному поводу, мы возмущаемся по разному поводу, мы никогда не стремимся к тому, чтобы быть одинаковыми со всеми людьми. Напротив, нам хочется быть индивидуальностями, личностями, и что интересно, у всех нас совершенно одинаковая нервная система при этом. Значит, есть некая надстройка над нервной системой, которая делает нас уникальными, при том, что физиологически мы все одинаковы. Это очень интересная мысль, ее нужно запомнить. Потому что давайте поговорим про такую вещь, как разработка фреймворков. Есть в зале те, кто разрабатывали JavaScript или какой-то другой фреймтенд фреймворк. Один человек, два, хорошо, три. Ну, в смысле, где-то там дома, на кухне, на коленках. Неужели чуть больше людей не пробовали что-то написать? Может, теперь с такой формулировкой больше людей поднимут руки? Спасибо. Еще три человека, четыре, пять. Хорошо. И я уже недавно говорил на одном из докладов, что я это делаю каждый год. Это обычно обострение у меня случается осенью, когда мне хочется написать новый фреймворк, посмотрев на то, что я написал прошлой осенью. И это желание, оно продиктовано тем, что хочется что-то там доказать. В первую очередь себе, что год прошел не зря, что информация, которая поступила через мою нервную систему, все-таки добралась до моего мозга и произвела там полезную работу. И вот уже несколько лет я почему-то наблюдаю, что вроде бы не производят. Вы понимаете? Не производят, потому что результат все равно один и тот же. Уже на основании повторения видно, что в следующем году, скорее всего, я напишу такую же хрень, которую через год мне захочется переписать. И я не одинок. Потому что в свое время, когда даже в своей компании мы принимали одно из решений, какой мы возьмем фреймворк, и думали, давай Angular. Angular это же класс, это же круто, вот оно есть. Ну и как-то так получилось. Кто-то ушел в отпуск, другой не досмотрел, третий разработчик забыл, какой был бранч с Angular. Взяли нокаут, сделали фреймворк Magento на нокауте. А как? Ну так вышло, ну ничего, нормально. Но потом, прошло полгода, мы думаем, слава богу, мы не взяли Angular, потому что вот второй, а вот где-то там еще что-то. А если бы выбрали, что бы делали? В итоге большинство людей думает удивить мир, вот постоянно повторяя одни и те же действия. Вот, ну живет своей жизнью, программирует как-то в одинаковой среде и почему-то думает, что снова сделает что-то хорошее. Такой же болезнью страдают разработчики фреймворков. Поэтому нервы – это такая вещь, которой не хватает. Не хватает лично мне, потому что когда я даже анализирую свою жизнь, тем более понятие возраста, у меня вот борода есть, средний возраст, кризис какой-то. Что такое? Что ничего не меняется? Как же так сделать, чтобы стало хорошо? А вот ничего нету. Надо что-то менять. И понимаю, что в основном действует во всех головах вот эта фраза, которая всем известна и старый мем. В основном все мы страдаем этими двумя вещами – слабоумием и отвагой. Каждый раз мы делаем те же самые вещи и думаем, что сделаем их лучше. Каждый раз мы переписываем программу и думаем, что она станет лучше. Каждый раз мы выбираем очередной тренд какой-то в гугле, видим, что там появляется новая, например, ву, и думаем, что вот теперь заживу я классно, потому что уйду с этого ненавистного ангуляра и все будет хорошо. Но мы понимаем, что есть тренды. И тренд, если он не переломится, то ничего не изменится. Уже через год ты будешь плеваться от этого ву и думать, где же я был и почему я не выбрал аурелию или еще что-то. Ну вот такая у нас среда. Нервы имеют значение, потому что если информация не усваивается и мозг не может произвести что-то лучшее, значит, нервная система никудышная. Давайте это запоминаем. И идем к небольшому примеру. Уже немножко поговорим про код. Это к тому слову, заглавие слайда, говорит о том, что как я лично понимаю, чем мы занимаемся. Мы ничем не изменились от тех монахов, которые где-то там в 17-16-х и еще глубже веках пытались сделать из какого-то любого нечто из любой кучи чего-то сделать золото. Они думали применить над ним какие-то обряды или найти какую-то комбинацию элементов. Это все называлось алхимия. Ну, на сегодняшний день она также присутствует в своем первоначальном виде, но мы, программисты, я уверен, используем именно эту методологию при попытках создать идеальные программы. Тут следует все-таки оговорить, почему я вот в эту сторону хочу повести наш диалог такой, назовем это диалогом, потому что есть такое утверждение, что программирование переживает кризис. Кто-то слышал об этом? Хорошо, вы слышали. Это утверждение появилось где-то там в 60-х конца годах, в 70-х годах оно сформировалось, в 70-х годах. Итак, на минуточку, сколько прошло лет? Ну, давай так, будем упрощать. 50. 50 лет практически проходит уже, и это программирование находится в состоянии кризиса. Что это за кризис? Давайте я напомню, возможно, не все тут знают, может, есть молодые, неопытные и еще не в курсе, что вы попали в самый кризисный момент, вот вошли в программирование, если вы только недавно присоединились. Он начался в 70-м году, когда ничего практически в программировании нового не появилось. Одни и те же концепции, одни и те же методологии, все то же самое. И очень важно, что это выражается не просто какой-то философской позиции того самого человека, который на конференции ООН об этом заявил, или каких-то других последователей, а выражается четкими цифрами. Итак, закон Мура там работает, там каждые два года увеличивают возможности систем, которые вычисляют что-то, а вот программистов этот закон не работает. Есть другой закон, не будем его человеку называть, чуть позже, наверное, вот он там будет тоже на слайдах, его имя. Итак, есть другой закон программирования, который говорит, что так, как закон Мура, ничего не будет. Сложность всех программ растет линейно. Вот если та увеличивается каким-то способом, и это хорошо, что растет она тоже некой стабильной функции, сложность компьютерных систем. Но очень мало кто бы хотел, чтобы и сложность программ росла точно с такой же функцией. Хотелось кому-то верить, что программирование будет развиваться таким способом, когда выходя на новый уровень, тот же самый искусственный интеллект, не нужно будет писать просто такое же количество кода, как и раньше. Но ничего не меняется. Поэтому вот алхимики, вот мы пытаемся что-то сделать, но нам нужно изменить кое-что. Я так думаю. Вот я хочу, чтобы вы задумались об этой вещи. Это не просто разговор о каком-то коде. Это разговор о том, что нужно что-то поменять, и мы это можем сделать. Давайте посмотрим на этот кусочек кода. Вот он говорит о том, как можно написать приложение, ну вот используя такую функцию, как кто-то хочет купить что-то. Сколько здесь? Пять строчек кода. Давайте посмотрим, сколько объектов нужно для того, чтобы купить. JavaScript. Я перенес это справедливости ради из PHP мира. Ну вот подумал, что наверное в JavaScript это могло бы быть точно так же. Нам нужно обнаружить где-то продукт, который хотят покупать. Мы получили откуда-то эту информацию. Нам нужно этот продукт получить. Желательно не каждый раз не создавать же новый экземпляр. Значит должен быть какой-то объект, который его нам вернет и будет возвращать многократно один и тот же. То есть это первый продукт репозиторий. То же самое с кастомером. Мы же не знаем, какой сейчас пользователь. Надо его как-то идентифицировать. Надо правильно послать эту информацию на сервер. Еще есть какой-то кастомер, провайдер его назвали. Третий, то же самое с шоппинг-картой. Можно было бы ее положить к кастомеру, но в общем-то может и не быть шоппинг-карта у кастомера. Значит три объекта. И попутно мы создаем еще три. Продукт четвертый, кастомер пятый, шестой это шоппинг-карта. И вот выполнили мы нашу функцию, купили. Шесть объектов. Итак, кто-то может придумать, как это сделать одним? Подумайте, можно ли это сделать одним объектом? Возможно даже одним или двумя вызовами. Но ответ очевидный, что конечно же возможно. Но обычно, если человек живет в ООП-мире и живет в современной тенденции, он будет писать приблизительно, плюс-минус именно таким образом. Желая контролировать ситуацию, желая все это видеть перед собой, чтобы этот код был читабельный, чтобы последовательность сохранялась, чтобы эту процедуру можно было как-то модифицировать легко и она была самообъяснимой в себе. Давайте возьмем… Ну да, для начала да. Наверное, вот так будет чувствовать себя человечек, который придумает вот такую систему. Когда-то же не было репозитория, если кастомера еще где-то из куки брали напрямую. Ну вот, мы думаем, что нашли какой-то хороший вариант. Вот человечка специально поставил. Я думаю, очень многие довольны, когда пишут такой код. А многим еще и дорасти до него нужно. Ну, идем дальше. А вот другой пример. Магазин какой-то, регистрация и покупка. Сколько здесь объектов нам понадобилось, чтобы выполнить покупку? Один. Одна функция, один объект. Теперь очень хочу видеть, что вы вместе со мной. Поднимите руку, кто считает такой код неприемлемым, неправильным, неудобным. Один, два. Я рад, что ты поднял руку. Три, четыре. И Сергей тоже. Хорошо, спасибо. Так, кто-то не считает, он фотографирует просто. Хорошо. Четыре человека. Остальные решили воздержаться. Хорошо, нормальное распределение работает. 80% считают, что лучше промолчать, потом переметнуться. Маргиналы, конечно же, сразу же реагировали. Спасибо. А я вот, например, думаю, это хороший код. И не потому, что он сам по себе хороший. Потому что если бы я этого утверждал, то я вот точно так же бы тут стоял и говорил, что да, классно, я придумал теперь очередной золотой молоточек. Так правильно. Но давайте я вам расскажу вот такую историю. Лирическое отступление. Не буду даже спрашивать, знакомы ли вы, но вот расскажу вам про концепцию полностью автономного электронного офлайн-магазина. Вот так запомните. Автономный электронный офлайн-магазин. Заходите вы в этот магазин, у вас при входе сразу терминальчик, который просит вам приложить карточку и указать приблизительную сумму покупки, скажем так, максимальную. Ну, вы указали там 100 долларов. Заходите в магазин, представляете, в нем нет товара вообще. Есть только витрины, на которых выведена информация об этом товаре, какой он, можно полистать, почитать отзывы, чего угодно. Все витрины электронные, без исключения. Товар нельзя украсть, нельзя получить. Подходите вы к любому месту, хотите что-то купить, набрали нужное количество, приложили карточку. Этот баланс у вас немножко снялся. Бегайте по магазину, хоть до вечера, хоть до утра. Вы оттуда выйдете только одним способом. Когда вы будете выходить, вы приложите карточку и вам дадут полностью спакованные все товары. И тот момент, когда вы ее приложите, только тогда завершится покупка. Итак, представьте такой магазин. Я уверен, что эта концепция, она реально там развивается и в будущем будет работать. Потому что уже тенденции к этому идут давно. Даже у меня там в каком-то селе Обухов уже все кассиры направляют на автономный терминал. Иди там сам чекинь, что ты меня тут мучаешь, компассируешь, буду я тебе тут вот это проводить. Иди сам, иди сам. И это работает. А в этой системе, есть ли у тебя взаимодействие с товаром? Нет. В этой системе у тебя есть некий магазин, который пока ты по нему ходишь, он регистрирует некие твои запросы, возможно, выполняет где-то там какие-то операции, но ты не взаимодействуешь с объектами. И здесь нет взаимодействия ни с одним объектом. Ты говоришь только идентификатор и какие-то параметры, которые ты хочешь туда передать. И только на выходе, в процессе, когда ты уже будешь покупать, у тебя есть возможность, допустим, поменять карточку или сделать какую-то другую модификацию своего товара. Поэтому параметр какой-то применим. Один объект. Неужели это неправильный подход с учетом понимания того, что именно так развивается современная коммерция? И я говорю не про электронную, а про офлайн в том числе. Ведь такая объектная модель правильно презентует то, что происходит. Теперь вот мы отвлеклись и подумали, оказывается, исходные данные, оказывается, какие-то тренды, оказывается, просто вот нарисовать вот такую картину может существенно изменить то, как ты думаешь, что правильно, а что нет. Я думаю, мы должны всегда быть открытыми к таким изменениям. А вот ты, молодой человек, подумай, и потом не ответишь, был ли я все-таки прав или нет. Идем дальше. Поэтому мы переходим к следующему пункту доклада. Это трансдукция. Мне нравится это слово. Мне нравится даже эта картинка, этот пример. Вообще люблю трансдукцию. Это очень интересная штука. Переходим в научную фазу доклада. Итак, что такое трансдукция? Это один из видов трансформации или конвертации, если хотите, любого вида информации из одного состояния и формы в другое состояние и форму. Итак, это процесс переноса информации из одной формы и состояния в другой. И что очень важно, видов трансдукции есть много. И нас больше всего интересует так называемый, где-то его называют денотативный или еще где-то называется каким-то другими словами. Вот я буду использовать такое слово. Денотативная трансдукция. Что это означает? Я вам приведу пример. Представьте себе брелок машины и он настроен на то, что если рядом ее кто-то пнет, то у вас он зазвенит. Да, где-то в кармашке. Это называется денотативная трансдукция. Почему? Потому что если бы она была литеральной или была там по-другому каким-то словом описана, не помню точно, то тогда это было бы приблизительно так. Я не знаю, как бы технологии это позволили. Но если бы кто-то пнул вашу машину, вы бы тут же подпрыгнули, потому что вас кто-то в задницу пнул. Ну, это устройство каким-то образом бы это симулировало. Это не денотативное. Это буквально литеральное. Нас интересует денотативное, которое совершенно меняет способ того, как реагирует конечное устройство, но при этом точно переносит информацию, которая вам нужна. По вашей машине кто-то... Итак, другой пример может быть с тем же пинком. Это когда отец там сыну уже говорит, да вынеси ты мусор в конце концов. Ну, неужели ты думаешь, что твой пинок или подзатыльник реально передаст ему необходимое количество, я буквально имею в виду, необходимое количество потенциальной кинетической энергии, чтобы он вынес этот мусор? Нет, но кое-что происходит. У него есть усилитель. Этот усилитель в голове. И вот этот легкий пинок, он проходит через стадию амплификации, и в голове у него есть усилитель, который говорит, если я это не сделаю, после пинка пойдет ремень. И поэтому он идет это делать. Соответственно, это тоже такой хороший пример донотативной трансдукции. И это все о таком объекте, как человеческая клетка. Посмотрите на эту картинку. Может, вы что-то вспомните еще с биологии курса строения клетки и все, что происходит внутри. Но сейчас я делаю небольшое, то такое же лирическое отступление и говорю, ребятки, нам ничего изобретать не нужно. Чтобы довести до абсолюта и какой-то конечной логической фазе все те концепции и программирование, которые у нас есть, ничего изобретать не нужно, потому что все давно изобретено и оно находится вокруг нас, в природе, во всем чем угодно. Там, где мы можем наблюдать подобные системы, которые работают до сих пор. Не то, что там несколько лет, а тысячелетий. Итак, клетка со своим трансдукцией является одним из самых интересных способов показания того, как это работает. Переходим дальше. Пользователь база данных. Вот так бы я описал основной канал передачи данных в любом веб-приложении. Это есть конечная цель, это есть основные два объекта взаимодействия. Все остальное инструменты, все остальное тлен, все остальное ерунда. Его должно быть как можно меньше и желательно, чтобы ни вы, ни я это не писал, а чтобы это где-то уже существовало. Перенос информации от пользователя базы данных в две стороны. Что же может быть проще? Или второй вариант, собственно, для чего вся эта затея? Для того, чтобы обменяться другим видом информации. Это деньги на товар. Очень просто. Но на самом деле, если подумать, решая эту задачу, чем мы занимаемся? В основном мозг, в основном голова всех нас, всех наших проектов, менеджеров и прочих, занято решением миллиона мелких проблем, которые мы сами себе создаем, используя какие-то best practices, как мы называем программирование. Ведь все проще. Что может быть проще, чем просто поменяться деньгами и отдать ему товар в руки и забрать? Это начальная функция. Насколько она усложняется? Я когда думаю об этом, то это ужасно, потому что я там вспоминал и нашел даже такие картинки. Почему-то как шахтеров я вспомнил. Замученных, несчастных, которые вот очередную подпорку вставляют, чтобы вот этот фреймворк не рухнул. Чтобы все-таки вот этот message queue заработал. Чтобы вот эта синхронная транзакция таки закоммитилась. И вот эти довольные лица, когда она заканчивается, и мы рапортуем, спринт закончился победным успехом. Мы даже сделали на один день раньше и написали гораздо меньше тестов. Ура! И вот эта работа каждодневная вообще отвлекает от той сути, ради чего все затевалось. И мы просто себе копаемся, как эти кроты какие-то. Блин, не хочется. Давайте дальше. Время-то заканчивается. Мне тут подсказывают. Поговорим про транзукции с такой точки зрения. Уже давайте ближе к прикладному. Любой фреймворк, любое приложение обладает некими характеристиками. Я бы их назвал больше даже части императивными, но тем не менее, эмпирическими точнее. Они косвенно показывают на то, насколько все у тебя хорошо в приложении. И это можно выразить формулой, которую я пока не составил. Ну вот может быть когда-нибудь. Итак, количество файлов, методов, аргументов, абстракции различного рода, какая-то глубина стека твоего приложения. И дальше, возможно, какая-то сотня параметров. Вот если ее проанализировать и сравнить даже эти показатели в различных фреймворках, в различных приложениях, мы сможем как-то начинать осознавать картину. Сколько раз тебя информация из той простой транзакции пользователь базы данных претерпевает изменения. Потому что чем больше изменений она будет претерпевать, тем все будет сложнее и сложнее. И это можно как на примере попробовать и предсказать, вот зачишется ли у меня сейчас Баку или нет. Но в принципе это все математика. Солнце стало светить чуть лучше, стало теплее, кондиционер тут вообще вроде бы нафиг отсутствует, вроде бы становится жарко, может быть вчера я готовился всю ночь, не мылся, и вот у меня сейчас зачесалось Баку. Вот это можно было бы проследить, но в принципе невозможно, потому что количество цепочек настолько велико, что ты этого не знаешь. Наверняка. И вот так в трансдукции ключевой момент – это количество переходов, так называемых фазовых. Их должно быть как можно меньше. Анализировали когда-то вы свое приложение, как в том же примере, где я привел шоп и чекаут, сколько раз претерпевает какой-то бит информации в твоем приложении изменений с одного состояния в другой, с одной нотации в другую, из одной какой-то трансдуктивной схемы в какую-то другую. Это количество неизбежно приводит к тому, рост этого количества, что вы сеете хаос, панику и полные разрушения в свое приложение. Чем больше этих уровней абстракции, чем больше преобразований, тем больше будет проблем. Потому что любая трансдукция, она неизбежно ведет к двум вещам. Вы теряете какую-то часть начальной информации, или же, не теряя информацию, вы теряете возможность управлять одной из какой-то функций на следующем уровне. Это уже концепции программирования, уже проверенные не один раз. Сколько раз кто-то из вас пытался написать свой объектно-ориентированный SQL язык, чтобы взять с помощью объекта и вот накалякать то, что вы можете в строчке написать SQL запроса. Многие пытались. И при том, что это абсурдная вообще затея, но тем не менее иногда нам она нужна. И мы это делаем. И понимаем, кто-то пробовал, что ты всегда что-то теряешь. Или усложняешь тот свой DSL настолько запредельно, что в конце концов ты говоришь, ну а если что, то лучше бомбани, как есть запрос, лучше его два раза переписать, чем потом париться вот с этим объектом. Идем дальше. Красная зона. О нет. Мы же еще не дошли до следующей фазы. Три начала термодинамики. Тогда пора делать какие-то уже такие отступления из последних слайдов, чтобы я успел хоть выводы сказать. Ну хотя они на экране. Это вот такие мои интерпретации трех начал термодинамики вот для нас, чтобы понять в программировании. Давайте так рассмотрим. Первое мы утвердим вот так. Оно довольно-таки трансдуктивное по отношению к оригиналу. Увеличение количества чего бы то ни было приводит к хаосу. Согласны? Кто-то не согласен, что это довольно-таки сносно описывает первое начало термодинамики? Нет? Хорошо. Знаете, что такое термодинамическое равновесие? Приложение, находящееся в равновесии, которое… Приложение, простите, система. Ключевой момент этой системы вот такой, что если ты ничего не можешь повлиять снаружи, она находится в каком-то метастабильном состоянии. То есть она может принимать то или другое, оно прогнозируемое. Система, которая не имеет ни одной настройки. Уже поговорим про приложение. Представьте команду приложения, в которой нет ни одной настройки. И оно полностью инкапсулировано само в себе. Это пример полностью стабильной равновесной системы. Как только вы добавляете параметр, вы тут же делаете его немножко хаотичным. Как только вы добавляете второй параметр, третий, внутрь вставляете свитчкейс и так дальше, это и есть тот процесс самоуничтожения, которым мы все занимаемся. Когда мы пишем программы, позволяя конфигурировать все, что угодно, мы априори сразу входим в первое начало термодинамики и говорим, мы хотим свою программу в будущем разрушить. Это наш план. Но мы хотим как можно больше денег по дорожке заработать. Поэтому мы даем у вас иллюзию, что вы все контролируете, поэтому вы используете наш фреймворк и пишете все, что хотите, но когда мы перепишем на другую версию, вот там вы попрыгаете. Есть такая концепция dry, да? Вот так говорит don't repeat yourself. Разве не из-за этого фреймворки и появились, говоря, ща мы все тут сделаем, мы ща сделаем в такой уровне абстракции, что вообще ничего не нужно будет делать. Вообще будете вот так радоваться, флюкс, вау, все, пишу, пишу. Я видел эти приложения, ну когда первый раз, что за хрень, я бы никогда такого не придумал. А человек пишет от радости, потому что ему довольны. Проходит полгода и я уже точно так же, и вот появляется что-то другое. И я понимаю, это хаос, который мы сеем, и он неизбежно работает в рамках первого начала термодинамики. По-другому невозможно. И если вы до сих пор вообще об этом не думали, то подумайте, программирование это не какой-то виртуальный мир, это реальный. И в нем однозначно работают все законы, в том числе и физические, и химические. Первое начало говорит, что любые новые настройки будут убивать твое приложение. А теперь вот такая мысль. Если подумаем про появление новых программ, новых технологий, новых фреймворков, кто наполняет число приспешников вот этой новой, чего-то там? И я вывел этот список. Сможете добавить кого-то, а вот я не смог. Но это в любом случае кто-то новенький, тот, кто только пришел в программирование, и он такой в гугле трендовое загуглил, пошел учить, такой, да, классно работает. Или это маргиналы, которые всегда поддают к сомнению тому, что есть, потому что им интересно выпрыгивать насчет этого и опережать события. Говорит, ага, я тут уже давно был, а ты такой вот сюда добрался, а я уже знал полгода назад, когда они релизнули бету, что у них будет успех. Ты бы лучше деньги в их акции вложил, в принципе. Третье – это недовольные, те, которым что-то не нравится, которые все время с чем-то не согласны. И четвертое – это захватчики, которые просто хотят, вот в принципе, вместе с маргиналами уже создать пару фреймворков на базе этой технологии, чтобы потом самым первым срезать бабосики в этом новом рынке. Итак, прикиньте, вот такая контингент всегда и движет нашими новыми технологиями. Не согласны? Как-то может быть что-то хорошее, если профессионалы, опытные и прочие находятся в любом случае в стадии консервации, удерживая то, что мы можем описать вторым началом термодинамики. Может быть, даже и третьим. У меня уже не то, что, наверное, красная зона, а конец. Но мы тогда прочитаем их все равно. Второе начало термодинамики говорит, что коэффициент полезного действия не может равняться единице. Это значит, что не будет никогда того фреймворка и приложения написанного, которое даст вам ответ на все проблемы, которые вы сможете написать и лениво мизинцем одной руки поддерживать просто релизы. Такого не будет. Будет постоянная борьба, хаос и сражение вот в этом большом таком кипящем котле, который называется программирование. И единственный способ от этого избавиться, вот как я думаю, я даже там пойду, есть одно. Или давайте усложнять технологии, добавлять кучу-кучу новых дополнительных инструментов. Или целенаправленно что-то изменить. И вот третий закон, все-таки мы его тоже опишем, хоть я забираю время уже о вопросах и ответах, но я на них не рассчитываю в принципе. Отсутствие действия обычно не приводит к негативному результату. Даю несколько секунд на осознание, потому что третье начало говорит чуть-чуть о другом. Оно говорит, что при приближении к абсолютному нулю система входит в состояние равновесия. И уже ничто снаружи ее по сути не сможет изменить. Очень хорошая точка для того, чтобы завершать доклад. Что является нашим абсолютным нулем в программировании, во фронт-энд программировании. Вот где наш абсолютный нуль, там, где мы станем где-то и скажем, ребятки, приплыли. В смысле хорошем, в смысле этого слова, все есть, все работает, устаканилось, развиваемся дальше, переходим на новый уровень. Потому что если взять вот эту концепцию, когда ты строишь приложение, вовлекая фреймворки, ты ставишь себя в зависимости от него, оно никогда не будет стабильным, потому что ты всегда подключен к внешним системам. Они постоянно будут привносить хаос в твою. Ты никогда не достигнешь абсолютного нуля. Если же вот так разделить, что даже интереснее, то я бы сказал, вот что я хочу в основном писать. Какого хрена фреймворки говорят, что это то, чем я должен пользоваться. Нифига подобного. Я тоже все, что пишу, говорю, это то, чем кто-то там должен пользоваться. Не буду я здесь пользоваться фреймворками, а не зло. А вот эта композиция, вот эта прослоечка, которая должна быть как можно более декларативной и тоньше, она и есть вот эта вечно страдающая единица, которую придется переписывать вечно по двум причинам. Или я буду менять, или оно будет меняться. Но тем не менее, концепция ясна. Чем больше кода ты напишешь здесь, тем легче тебе будет жить. Иначе вот этот dry заменится. И да, ты здесь нарушил dry, ты, возможно, написал больше, чем хотел. Но я думаю, что в этом случае можно вознести, что какая-то другая концепция может прийти на смену dry. И эту концепцию можно назвать там wet. Да, W-E-T. Я такой рад был, что я придумал. Is dry wet? Wet. Мокрый. И этот wet говорит, ну тогда waste every time. Вот если не dry, то тогда wet. Отлично. Вроде бы это же естественно, логично. Вот тогда ты будешь тратить вечно свое время и всю свою жизнь на повторение одного и того же при написании одних и тех же каких-то имплементаций новых фреймворков. И теперь завершаем мысль, чем же закончится по моему личному мнению абсолютный ноль и где он будет. Я вот так себе представил. Очередной раз ночью я открыл сайт и получил кровоизлияние в глаза. Оба. Почему? Он был белый. Белоснежно-белый. Я рад за того разработчика. Он создал очень няшный сайт. Он такой светлый, красивый. Но я это сделал ночью. Я зашел на него. Я пострадал. И я думаю, какого хрена? Почему он белый? Разве не я тот, кто должен был определить, что он должен быть не белый? И это не новая концепция. Они однозначно фигурировали во всех ранних исследованиях и вообще в веках программирования. Ну, наших таких коротких веках. И я понимаю, что когда-то мы снова выкарабкаемся на новый уровень, где на самом деле пользователь будет решать. Не разработчик, а пользователь. Какой фреймворк ему использовать? Angular или тот? И какой внешний вид должен быть? Я вообще не хочу писать этого на бэкэнде. Я вообще не хочу говорить, как выглядит мой сайт. Я тебе пришлю данные, я готов их продагировать 700 тысячами тегами. Браузер. Вот ты, вот ты, герой мой. Вот ты распарься это. Ты это визуализируй не так, как я решил у себя, белым с нежными спониками, а так, как тот пользователь решил. Вдруг он мрачный какой-то эмо, и он хочет, чтобы все сайты открывались именно так. Все без исключения. И если посмотреть будущий мир, в принципе, в котором фантастических показывают интерфейсы, ведь правда так и есть. Все интерфейсы однотипные, потому что пользователь решил, что именно так он хочет воспринимать информацию, а не ты, дорогой мой разработчик. Ты же вообще некомпетентен. Ты просто бабосики рубил. С чего ты взял, что это хорошо выглядит? Пусть там развивается свой рынок, который визуализирует это классно. И я бы хотел его ногой просто затолкать в браузерную среду и сказать, не хочу, как веб-разработчик, вообще с этим работать. Ну вот такая лично у меня в голове после всего этого анализа законов теоретной динамики возникла мысль, что единственный способ добиться нуля и равновесия, это убрать дестабилизирующую систему вне пределы своей. И это вроде бы было очень интересно и свежо лично для меня. Поэтому заканчиваем. Вариации тенденции, это фразы вариации на закон Вирта, которые я говорил, я их прочитаю, и мы закончим. Программы становятся более медленными, быстрее, чем растет быстродействие оборудования. За это спасибо нам. Но нас никто особо не просит их сильно ускорять, потому мы себя и расслаблены. А вот производные законы можно так описать. Программы становятся более сложными, быстрее, чем растет профессионализм их создателей. Ну и, конечно, такой эпический вывод. Очень такой уже старческий человек стареет быстрее, чем умнеет. К сожалению. Поэтому желаю всем вам сегодня на конференции набраться этого знания. Конференции не меняют людей, но однозначно как топливо могут чего-то там поджечь, чего-то там заискрить. Ну, конечно, если вы нормальный механизм, то это топливо, попав в вас, произведет какую-то полезную работу, собственно, уменьшая этот хаос термодинамический. А если просто налить на человека и поджечь сверху, ну, попылает, попрыгает не более. Потому желаю вам вникать, через нервную систему это принимать, помнить о хаосе, и что только мы его можем уменьшить. Спасибо за внимание. Продолжение следует...